Всем привет! С вами Андрей. У нас, получается, рыцарь, бумаги, пиро, третья часть. Собственно, мы остановились на том, что проходили основной сюжет. Давайте его попинаем немножко, сюжет. Я рассказывал, что этих рыб практически невозможно убить. Чтобы вы понимали, вот эти четыре рыбины, которые здесь присутствуют, они... Четыре с половиной тысячи хп, у них ещё какой-то рывочек есть. На самом деле, их убить можно, но если... Ну, не четырех. Здесь, опять же, если заролится роте, такое гниение, то у них упадёт хп, и тем самым их можно будет запинать. Но опять же, сейчас нам это не особо не интересно. Давайте продолжим по сюжету, пробежимся немножко. Они тут между собой разговаривали, нам особо... Рано или поздно, скорее всего, мы будем драться против этого крива коллектора. Потому что, я так думаю, что... Я, по крайней мере, проходил на Греймак. В нём квест засчитали, даже не пришлось никуда идти. Вот, на том спасибо. Аквакамень, кстати говоря, это на тысячу на сто здоровья, но это мусорный камень. Хотя он зелененький, но всё равно что-то какой-то никчёмный камень. Ну, собственно, тысяча для всех членов пати хп. Неплохая хилка. Кстати говоря, когда обновляется квест, либо вы переходите... Вот, обратите внимание, тут, ну, до каких-то магикал карп, убить, то есть магических карпов. Нужно убить квест 34 уровня. Чтобы найти этих магических карпов, нам ещё, как раз, нужно подзаборачиваться, потому что вам их не покажут. Нам скажут их убить. Фишка обновления в том, что, когда обновляются квесты, обновляются и, собственно, побочные квесты. То есть, так можно заролить для нужных квестов. Но, опять же, учитывая, что локация высокоуровневая достаточно, то нам тут крайне некомфортно находиться. Если у нас кто-то неожиданно нападёт, там мобы будут 40 плюс уровня, а это по 4000 хп плюс. Нас спрашивают, что мы будем делать с серым магом. Откуда я знаю, что будем делать с серым магом? Давайте выберем первый вариант. Я не знаю, что выбирать. Собственно, сейчас будет бой с серым магом. Вот, собственно, на котором я в прошлый раз и остановился. То есть, я дальше него не прошёл по сюжету. По крайней мере, я не знаю, что будет дальше. Поэтому давайте на гильдтауэр отправим его. Пускай он там будет. Там просто уровень мобов меньше. Да и плюс туда дешевле идти. Я просто не дошёл дальше. Поэтому для меня, честно говоря, я не знаю. Я знаю, что там будет. Там будет нежить. Вот этот серый маг, который там будет присутствовать, он будет нежитью. И он нам очень сильно будет делать мозг. Сейчас вы увидите этот момент. Я пока в прошлый раз его не смог отпинать. Обратите внимание, нам профессию констебля хотят отдать. Но мы знаем, как они нам профессию отдают. Нам также профессию фишера отдали в прошлый раз. Как вы помните, в одной из серий мне не отдали просто профессию фишера. А вот тут нам говорят про профессию констебля. Но на самом деле мы знаем, как они их отдают. Берём квест 15 уровня, нам всё равно. Он, скорее всего, будет дефаться. Потому что профессии иногда бывают, очень сильно дефаются. Очень ценные предметы, как я заметил, очень сильно дефаются. И чем выше уровень квеста, тем сильнее он будет защищаться. Вот это, собственно, будет главным боссом, который нам нужно будет шлёпнуть. Она будет всех лечить, там, по 500, что ли, примерно. А у неё около 2500 хп будет. То есть её, в принципе, можно срезать за один ход. И там будет вокруг неё очень много нежити. Ну вот, собственно, этот бой. Два скелета, два зомби и вот эта вот магическая хрена. А, у неё... Ну, это не бьётся. Ну, вы понимаете, что это просто не бьётся. Ну, вот как вот это вот бить? Я не знаю, как это баланс тестировался. Ну, вот откуда? Вот как вот эти 4000 просто убить? Ну, тут просто ливать, ну, потому что, ну, как вот эти 4000 убить? А вот, причём вот это вот ещё 63 уровень хил. Вы понимаете, что вот это вот хиллер 63 уровня. Мы его просто не убьём, даже если захотим. Даже если мы инициативу выиграем вообще в ноль, мы просто хила его не убьём. Ну, вот мы пол лица ему сняли, ну, а толку с пол лица-то, блин? Давай себя в астрал. Гард. Не знаю, мы, конечно, попробуем, но там они слишком жирные. Мы не убьём просто таких мобов. Он накинул роте, ну, пипец. Нам нужно срезать эту курицу, иначе она нам просто танк и сломает. Роте это гниение, чтобы вы понимали. А гниение, оно минус 700 и кровотечение на 24. Ну, это пипец. Нам, нас сейчас просто кровотечение съест. А ещё и кровотечение на 24. Да, но тут, конечно, мы закончились, по идее. Мы срезали мага, но кровотечение нас просто ланшотнет. Оно мне просто убьёт танка сейчас. Как вы видите, мы даже снять кровотечение это не можем. То есть, 24 кровотечения, оно просто не снимается. Оно слишком тяжёлое. Видите, мы... Оно снимается только, получается, по два. Ну, то есть, делённое на два. То есть, у нас было 24, если удачный бросок, оно на два снялось. Если бросок неудачный, значит, кровотечение нихрена не снялось. Кастуем Блэс на себя, чтобы была возможность снять кровоток с себя. А нам ещё что-то кинули. Давайте посмотрим, хоть что это. Что это? А, лишь это... Я понял. Ну, для танка это очень плохо, кстати. Давайте попробуем ещё кого-нибудь срезать. Ну, 4,5 тысячи, это, конечно, такое себе удовольствие резать. Да, нам надо, в принципе, резать скелетов. А, подожди, нам нужно резать зомби, потому что зомби нам скелеты меньше проблем доставляют, чем зомби. Режем скелетов, точнее, зомби. Ну, вот что? Вот что это за урон? Вот что это за урон? Вы понимаете, да, что... Ну, я просто не вывожу эту убой. Вот так вот... Вы, чтобы вы понимали, мой уровень персонажей 20-й. Тут-то персонажи 51-го уровня. Ну, вот как это тестировалось? Я просто не понимаю. Честно, я просто не понимаю этого разработчика, как это тестировалось. А написано 15-й уровень было по квесту. Убить-то мы их убьем рано или поздно с 20-й попытки. Честно, я не понимаю просто, как это тестировалось. Понятное дело, что если долго мучиться, мы рано или поздно эту кампанию шлепнем без проблем. Обратите внимание, сколько они наносят урона по защите. В идеале попробовать скелетов попинать, но этот зомбированный для Скаж-Апайсния. Ну, хотя, да, скелеты профитнее. В плане пинания скелеты точно профитнее. Давайте дадим им слабость. Тут дадим, наверное, блэс еще раз. Для того, чтобы у нас был шанс снять. Честно, я не знаю, как против этих мобов сражаться. Они в несколько раз выше меня уровнем. Нам дали рефлексию. Давайте, не знаю, рефлексию на танков отдадим. Попробуем срезать скелета. Да, у нас получилось минус скелет. У нас, видите, танк и рога просто упали практически. Надо было качать этот скилл, но я что-то не подумал. Давайте подкачаем рогу с танком по ХП. дадим еще слабость. А сюда просто ударим. Для того, чтобы попытаться зарегенерировать себе здоровье. мы будем бить скелета в любом случае, потому что у него меньше всего здоровья. Рефлекс. Давайте рефлекс, не знаю, танку там уже отдадим, пускай у него будет. Режем скелета. дадим. Дадим скелету сала. Дадим скелету сала. Нас почистили на Атак Пауэр. Так, 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 так. У нас есть шанс победить их. Слабенький, правда, но есть. Вот видите, я раз пять нажал, а она только сейчас среагировала. Бьем скелета для того, чтобы восстановить свою магию. Чем меньше целей, тем у нас сильнее будет удар. Но опять же, вот этого мы, скорее всего, не пробьем. Тут 3000 хп. Тут 4500 здоровья, если быть точным. Поэтому давайте их, наверное, нужно ядом травить, потому что бакстеп, скорее всего, на них не сработает, либо по 2000, но это прям смешно. Затравим их ядом тупо. По крайней мере, я так думаю. Давайте бахнемся на криты тогда. И будем давать им сала. Для того, чтобы они и надеяться на то, что он даст им роте. Отлично, он дал им роте, у них теперь 3800 хп. Ну, все-таки это уже меньше. То есть, у него было 4,5, сейчас 3800. Глядишь, он рано или поздно с помощью роте моим собьем хп. Роте – это гниение, чтобы вы понимали. Он снял роте наполовину. Танк держится. Мы под бафом сейчас будем резать это чудо. Давайте его ядом будем резать. Яд, конечно, очень дохленький, но все же. Дадим ему сало. И будем продолжать ему роте, надеяться, надежды пихнуть роте его. Роте ему не дали. Роте, оно, видите, не постоянное. Пытаемся добить. Убили нежить. Еще одно осталось. 200 удар. Ну, мы, в принципе, выжили из него максимум. Наша задача просто его затравить ядом. Яд очень-очень слабый. Тут 4 по ушу. Ну, то есть, нам проще бить его руками, по идее. Потому что, ну, я-то очень слабо буду бить. Но, опять же, у него 4 с половиной тысячи здоровья в данный момент. Нам его, наверное, бакстепом бить надо. Попробуем бакстеп. Да, то есть, 1600 с него сняли. Плохо. Давайте попробуем стан ему дать. Стан не сработал. Попробуем роте дать ему. Получится, не получится. Не получилось ему дать роте. То есть, он, видимо, не постоянно его дает. У нас у шамана стоит тренька на гниение. Вот крыса верхняя. Она ему дает гниение. Так называемое снятие хп общего. Одно очко этого гниения, это 50 хп мобов. Агрим на себя. Ну, пускай бьет танка по защите. Точнее, пытается. Ну, и все, собственно. Мы, скорее всего, добьем сейчас его. А, он еще жив. Давайте его молотком по голове выглушим. Ну, собственно, он дал нам мусорный посох, который для нас ничем особо не примечательный. Мы их убили, кстати. Нам дали 7 тысяч опыта и 3 тысячи золота. На самом деле, мобы были очень жестокие. Я, честно, думал, я их не осилю. Потому что, ну, как вот победить мобов, которые полтинник уровнем, которые по 4 тысячи хп, блин. Ну, как это отпинать вообще? На самом деле, я здесь в прошлый раз и остановился, потому что я не смог пробить. Я бы несколько раз пробовал, я не смог. Я просто не смог срезать этого. Хилай. Вот этого, который с нами разговаривал. Зомби. Если бы я смог срезать зомби, я бы тогда наверняка смог бы срезать и этого. Ну, эти констебли еще... Мы должны в башню прийти. Давайте придем в башню. Квест еще не закончен. Вот теперь квест закончился. У нас, обратите внимание, новая профессия констебли, как вы видите, открыта, да? Вот он ни хрена, она не открыта. Помня, как мы у нас фишер открывали, то это же вообще смешно. Давайте посмотрим, какая у нас новая профессия констебля. У нас наверняка предметы прокачались. Собственно, в полосах давайте подкачаем. Оружие, как и доспехи, качаются, когда вы, собственно, ими пользуетесь. То есть, чем чаще вы ими пользуетесь, тем сильнее они качаются. Йод градация по цвету. Соответственно, это серый, зеленый, синий, фиолетовый. Ну, фиолетовый я пока еще не видел, но факт в том, что на картинках я его увидел. Поэтому как-то так. Давайте посмотрим, открыли ли нам констебля. Мне просто поржать. Нет, смотрите, нам констебля открыли. А что он дает? Представьте рандом. Ласт инициатива. Рандомный враг теряет инициативу. Ну, честно говоря, при старте боя рандомный враг теряет инициативу. Но... Неплохо в целом. Но она, опять же, у нее сила, фокус и минт. Ну, в принципе, она как маг пойдет, констебля. Констебль как маг может пойти, в принципе-то. У нас пока она в форме человека. Честно, я в прошлый раз дальше не проходил, поэтому даже не знаю, что ожидать тут. Склянка на полторы тысячи хп на одного. Это ловушка. Нам говорят, что нужно куда-то идти. Это, скорее всего, ловушка, потому что в большинстве боев... Ну, вы видели, 51 уровень нам запихнули. Ну, это же вообще капец. Ну, как это бить? А, я вам хотел троллей еще показать. Ну, давайте сейчас квест тормознется у нас. Я вам троллей покажу. Которых я не смог тоже отпинать, когда сам пытался. Ну, они просто бьют по тысяче... По две, по три тысячи хп. У меня просто... Мне астрала, ничего не хватило. Чтобы от них спастись. Чтобы вы понимали, астрала – это полная неуязвимость к урону. Ну, наверное, кроме Немасо тоже работает. А, это астрал у шамана. Есть у него, если не шпайс, у этого хантера тоже. Но это должны быть дохлые ребята, судя по внешнему виду. Здесь, конечно, им уровень не перебафали. А им уровень перебафали, особенно вот этому скорпиону. Обратите внимание, скорпион 27-го уровня. Ну, вот куда такие мобы, блин? Давайте попробуем скорпиона побить. Да, мы ему дали роте. Давайте посмотрим, сколько у него сейчас хп. Ну, в самом, две с половиной тысячи. А как так-то? А, ну, мы, в принципе, можем скорпиона сейчас срезать. Сейчас рога, значит, будет пытаться срезать скорпиона. А, 8 уже. То есть, видите, уже меньше. Ну, уже 2 400. Давайте срежем скорпиона. Скорпион просто бафается. Чтобы вы понимали, он бафается, бафается, бафается. То есть, он усиливает сам себя. Что касаемо сетки, которую на нас кинули, это мы просто не сможем... У нас урон не пройдет. Нам нужно бить по площади. Тогда у нас будет более эффективно. Посмотрим, сможем ли мы кого-то добить. Конечно же, нет. Но я так, чисто посмотреть. Попробуем застанить кого-нибудь через наш стан. Кто у нас ходит? Мы 8-ый. Давайте жука застанем. Он 9-ый ходит. Вот видите, она застанила, но не того. Причем она не застанила. Она просто... Так, давайте попробуем еще раз его побить. Роте не дала, да? Жаль. Защиту. Вот видите, он уже мутировал. Давайте посмотрим, что мутация ему дает. Видите, у него... Ну, как показала практика, мутация дает ему бафы. Не знаю, что еще дополнительно, но, по крайней мере, он сначала бафует себе защиту, атаку. Сам скорпион имеется в виду. Тут очень много ядовитых, особенно если жук походит, это будет очень-очень больно. Нам нужно агрить на танка всех, для того, чтобы они от нас отвалили. Минус 2, минус 3. Минус 3, один жук остался. А, нет, этот летающий выжил все-таки. Ну, давайте их тогда добьем. За счет гарда они получили оба урона. То есть, жук защищал летающего, из-за этого он большую часть урона получил. Немного склянок получили и золота. Ура! Но, опять же, двуручные топоры, на мой взгляд, бесполезные. По крайней мере, первое зеленое оружие. Ну, не первое, а вообще зеленое оружие, которое я лицезрею. Имеется в виду выпадение квеста, а не вытряхивание из мобов и так далее. У нас куда-то надо идти, да, судя по всему. А, ну да. Я, кстати, на кладбище не был, вот на этом. Обратите, моя цена. Цела дороги! 16 тысяч! Ну вот. Пипец просто. Я понимаю, что это копейки. То есть, для моего персонажа это просто, ну, копейки. Ну, 16 тысяч, это, ну, просто, ну, ни о чем. Мусор. Но, опять же, если нас нападут по дороге, особенно вот те 51-ые, которые, ребята, это просто будет финиш. У нас еще щит прокачался, давайте его подкачаем. А что касаемо топора, топор, на мой взгляд, бесполезен. Почему? Потому что, на мой взгляд, эффективнее собрать два оружия, чем собирать одно. То есть, вы берете два одноручных, тем самым вы сможете более эффективно защититься, чем вы возьмете два, ну, то есть, одно двуручное и будете пытаться что-то делать. Давайте просто расщепим ненужную нам экипировку, которая у нас присутствует. У нас мы ограничены немножко. И, собственно, этот топор мы тоже расщепим, потому что он нам не нужен. Где этот топор? А их даже два. Два топора бесполезных. На самом деле, он двуручный, и в этом его проблема. Был бы он одноручный, ему бы цены не было, потому что из-за того, что он двуручный, вот, например, на 400 хп, но, насколько я знаю, 400, 100, 135. У нас вроде на этот, но это потом будем разбираться. Хотя, ограничения инвентаря все-таки у нас присутствуют, поэтому давайте разберемся сейчас. А, ну, у нас нет, у нас чисто на магию, либо на боди. А на магии у нас сколько? На магии у нас 4 вилл. А, 4 вилл у нас? Сколько это у нас, 4 вилл? Так, давайте посмотрим, сколько у нас 4 вилл. У нас получается 880 магии. Давайте переоденем. 890. Нифига себе. Прикольно. А что вы понимали, за что отвечает вилл? Вилл отвечает за количество вашей магии. 925 сейчас, а сейчас 900. Ну, книга последняя, она должна быть. 925, чтобы было магия. Пока, я пошли, что мы лучше не придумали. Я думаю, расщепить книги. Не книги, а эти. Где она? Безделушка эта несчастная. Вот первоуровни, которые две ни в чем не безделушки. Расщепим. Что касаемо здоровья, скорее всего, здоровье то наше лучше. Точнее, которое у нас оно хуже. Тут на 200, 150. Тут оно явно получше будет. Давайте посмотрим по цифрам. Да, тут 400. Поэтому давайте его просто переоденем. Тут у нас получается сколько? 80. 80 тут. Х5 явно побольше будет. Ну, пускай у мага будет так пока. Ну, и собственно, лечу тоже отдадим. Чтобы он не расслаблялся. Выбираем клетку, в которую хотим ткнуть. И, собственно, смотрим. Лечу. Скорее всего, лучше всего магию отдать. Потому что он хиллер. Поэтому ему, скорее всего, больше магия. Нужна будет мне жить здоровье. Ну, а вот эти вот триньки можно отдать последнему нашему недонапарнику, скажем так. Ну, ему чисто хп отдать. Пускай оно будет. А остальные все единички просто сейчас расщепим. Давайте я вам покажу троллей, которые я не могу пробить. Чтобы вы просто имели представление. Правда, воскрешать потом дорого будет. Ну, все-таки. Уберем слитки. Десять штук. Они мешатся будут. И сейчас пойдем в данж. Я вам просто хочу показать. Чтобы вы имели представление о том, на чем я остановился в данже. Я, собственно, остановился на шестом данже. На шестом этаже данжа. Собственно, на 37%. Все остальные я исследовал на 100%. А вот этот вот никак не могу повыти. А что касаемо предметов, которые здесь выпадут. В большинстве случаев выпадают расходники. Ну, с неким вообще, если вы будете очень-очень долго бить, то вам выпадет, вот как мне, например, синий щит выпал. Он сейчас висит на паладине, если не ошибаюсь. Давайте зайдем в данж, посмотрим. На тех троллей, которые бьют по 2000 хп. Собственно, мы на костре находимся в данный момент. Костер – это ваша возможность восстановить свое здоровье. Вот, собственно, тролли. Вот этот бой. Давайте их подождем. Вот, собственно, тролли. Смотрите. Давайте посмотрим просто... А, мы еще инициативу проиграли. Но не суть. Смотрите на троллей. Троллей 14-го уровня. 14-го. Но у них 8000 хп. Ну, вот как это пробивать? А ну, вот как 8000 хп убить, а? И 19-е гоблины с 3000. Знаете, какого уровня в обычном данже? 19-е уровни гоблины у них наверняка под 50 было бы 1000 хп. Я больше, чем уверен. А 3000, и оно где-то... Это уровень 9-й примерно у гоблинов. То есть тут явно циферка лишняя. А у троллей тут явно 24-й должен быть. Потому что наши тролли, которые там, у них примерно около 1000-2000. Ну, тут просто невозможно. Ладно. Это не суть важно. Смотрите, сколько они бьют. Давайте бафнемся на силу. Не важно, нам это все равно не поможет. Все бафы, по сути, мы сейчас отряд сливать идем. Потому что выжить там невозможно. Можно в теории убить 3000, но 3000 мы не убьем за один удар. Уйдем в астрал. Чтобы меньше урона хотя бы на первый раунд получить. И убьем в защиту. Танк сейчас будет ловить тоже защиту. Вот, смотрите, тролль, удар. 4000, вы видели? 4000 удар. Вот еще один удар, 1600. Это так, чтобы люди не расслаблялись. Еще одна сила. Давайте попробуем подрезать тролля. Ну, вот как вот зарезать 4000 хп? Ну, это просто невозможно. А, 8. 8700. Ну, это просто... Вы понимаете, что это 14 уровень тролля? Он просто, ну, не по силам. А из данжа сбежать нельзя. Резурекнуть мы его не можем. У нас хилая шлепнули. Тот, кто единственный, мог резурекнуть пати. Соответственно, вся пати сейчас сдохнет просто тупо. Ну, просто гоблинов-то мы, может, и сбреем. Но вот тролли с хритами мы не можем сбрить никак. Потому что, ну, 4000, даже если вы максимальную слабость дадите, она там, ну, 100 хп им снимет. То есть, сейчас я вам покажу. Алло. А, нельзя, да? В бою нельзя посмотреть почему-то. Либо зависла. Зависла, скорее всего. Вот эта слабость, она примерно, ну, 23. Но, опять же, она по всем будет 23. А по всем 23, ну, это копейки просто. Просто копейки. Почему копейки? Потому что у нас, например, там четверо. То есть, она плюс-минус, ну, грубо говоря, по 7, по 8 там это на цель. А где-то 7-8 это, ну, не знаю, 50 урона, грубо говоря. Там это она... То есть, если я сейчас доживу, если танк доживет, то я вам покажу, сколько. Троллям можно дать сало, но они его снимут. Вот, давайте им дадим слабость. Сейчас тролли будут бить. Сейчас мы увидите, насколько бесполезный вяк. Вот, 2000 и 1000 заблокировал. Ну, просто невозможный смысл. Тут чисто на уклонение этот билд проходить. Причем, если у вас персонажи не уклоняются, вы просто не пройдете. Но персонажи не смогут постоянно уклоняться, потому что, ну, это, я думаю, логично. Вот дадим сало троллю. Давайте. А, обратите внимание, сало он задолжил. То есть, паладин, чтобы вы понимали, паладин дает сало автоматически. То есть, вы видите, да, тут написано урон и сало. Но он его задолжил. То есть, скажем так, нам его не повесили. Это можно пройти, но тут нужно чисто миссы. Миссы, 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 миссы. То есть, по вам не должны попадать вообще. А вы при этом должны носить огромный урон, так, чтобы ваша пати тупо всех сбрила. Я, честно, я не знаю, как это тестировалось. Ну, вот опять же, давайте сало дадим ему. Опять же, сало ему не далось. Сало ему не далось. Я убил обычную атаку, ему не далось сало. А они бьют по две тысячи. У меня нет такого количества здоровья, чтобы пережить удар в две тысячи. Как и брони. Причем, это последняя версия, актуальная на данный момент. В приложении. То есть, это просто невозможно пробить. Их можно пробить, если вы там будете из разряда сидеть, на уклонении постоянно, если у вас случайно и поднимать по две тысячи хп. Но по две тысячи хп у нас никто не лечит. Это, наверное, на синих вещах нужно выезжать, если не выше. Чтобы просто этих троллей пройти. Вот, собственно, нам говорят, что нужно квест 23 уровня. Давайте его тоже отпинаем, посмотрим. Могила, ситуативная могила. Давайте сходим туда. За 16 тысяч. Ну, опять же, цена перемещения 16 тысяч. Ну, это же вообще капец. Я просто не понимаю, на хрена такие цифры елать, блядь. На нас напал скелет. А чтобы вы понимали, скелет слишком слабый. Почему слабый? Потому что он нам ни хрена не сделает. Даже если он... Во-первых, скелет бафается. А мы его больше половины должны срезать с первого хода. Плюс паладин, который походит рано или поздно. Он ходит до... А, ну, то есть, видите, он за... Мы просто били его предшественников. Поэтому скелет для нас это просто... Копейки. Не, просто я... Я, честно, я не знаю... Тут прям уровень, не знаю... Такое что-то уже специально не считался. Вот опять же, смотрите. Я понял, что это андеды компания. Кстати, мы тут можем даже просесть. Я не знаю, что в центре стоит. Но по краям стоят, наверняка, достаточно тяжелые мобы. Инициатива... Выиграна. Хорошо. 20. Обратите внимание. 5... Это 66-й уровень. 51-й. 4-й. 2-й. Ну, центр надо чистить в любом случае. Потому что она, как я понял, бафер. Поэтому центр упадает первый в любом случае. Давайте дадим блэс на себе. У нее ротэ 26. И сейчас ей просто хана будет. У нее 1300 хп. Ну, все. Она закончилась. Ротэ... Кстати, ротэ распространяется при смерти. Я забыл сказать. Ротэ это гниение. Ротэ распространяется при смерти. Тем самым у мобов будет меньше здоровья. Но проблема в том, что нам этих вурдалаков очень тяжело будет запинать. Так называемых зомбированных. Он на нас что-то кинул. Давайте посмотрим, что это. Следующие падают скелеты, скорее всего. Потому что они самые дрещавые. Ротэ можно сбрить. Но проблема ротэ в том, что мы слабоваты против него. Давайте посмотрим, что это за дебаф, который на нас навешали. Нам дали страх. Наша сила атаки и сила магическая скована. И вилл, он может помочь сохранить ее. На самом деле нам ни хрена не может помочь сохранить ничего. Поэтому даем просто блесс и молимся. Ну, учитывая то, что мы не можем бить всеми. Давайте бьем ближайшего. Наш рога будет бить этих скелетов. Обратите внимание, у них щит получается андедный. Кстати говоря, по поводу андедного щита. Андедный щит, который здесь присутствует, этим дадим слабость. СЛАБОСТЬ! Кнопка зависает. Им, наверное, можно дать мут, я имею в виду сало. Для того, чтобы он ее не пытался снять. Видите, удар 500. Сейчас они мне попытаются шамана снять. Но они не смогли его снять. Восстанавливаем себе немножко магии. Критрат. Так называемый критический удар. И рога сейчас будет бить по скелету. А, не рога. Рога будет ходить третий. А, ну давайте этот шаман сам себя полечит. А рога сейчас будет срезать скелета. После бафа, разумеется, на фокус. Ну, отлично. Сначала падают скелеты, потом падают все остальные. Почему именно так? Потому что можно дать им еще слабость. Либо давайте массагр дадим. Далим массагр. Паладину нужно дать, наверное, защиту. Либо попробовать стан дать. Не знаю, стан сработает, не сработает. Давайте дадим шестой цели стан. Стан сработал. А вот роты не работает. Я просто вовремя поймал роте. Если бы я не поймал роте, я бы таких жирных не смог отпинать. Давайте посмотрим, сколько у него хп. У него хп 2000. В принципе, мы можем даже этого запинать сейчас. Я имею ввиду нашим робой. Поэтому давайте попробуем ему еще дать роте. Но он больше 13 ему не дает. То есть, и предел 13. То есть, если будет ниже, он его просто не дает. Давайте хп кому-нибудь полечим. И рога сейчас в идеале должен ударить. Ну и все. Собственно, минус зомби. Роте 19 стало. А, кстати, роте распространяется через этот. Но, опять же, вы должны убить цель руками. То есть, как сказать, не руками, не массой. Должны убить. Если вы убьете массой, роте не распространится. По крайней мере, я это тестировал. И оно, когда я убивал магом, роте не распространялось. А тут надо массагр давать для того, чтобы они били только танка. Даем сало зомби, чтобы он не ходил. У танка падает щит. Давайте дадим блэс. Попробуем еще роте дать. Но, конечно же, не дастся. А мне, смотрите, 45. Ха-ха, взастакалась. Давайте посмотрим, сколько у него сейчас хп. У него сейчас 220 хп. Ну, то есть, 2200. Ну, на самом деле, уже чувствуется, да, полегче. На самом деле, зомби не такие тяжелые, но у них кровоток и жестокий. Попробуем срезать. Ну, вот 2000 мы ему срезали. Он что, делает магр? Мы сбили ему щит. Щит, кстати говоря, возвратный, как у леча, я уже говорил, наверное, да? Вот, собственно, и вот эта вот пиявка, так называемая, она бьет нас. Давайте дадим ему сало, чтобы он из себя щит больше не встал. А, кстати, обратите внимание, роте на него не перекинулось. То есть, нам придется шаманам опять накидать на него роте. Давайте шаманам кинем на него роте. Вот 13 роте ему кинули. Так называемое гниение. Вот у него уже 1300 хп. И 800 здоровья сейчас. То есть, ну, сами понимаете, против жирных работы только роте. И если она массовая, это прям вам жизненно повезло. Если нет, ну, я вам сочувствую. Потому что у вас, если нет роте, вы, по сути... Где его получить? Его получить можно только в магазине. По крайней мере, я не нашел способов, где его можно получить. Опять бой. Да что ты будешь делать? Я уже хотел заканчивать, а они мне бои закидают. Но тут нужно чистить этого. Центр, потому что центр самый жестокий здесь. Давайте посмотрим их хп сразу. Инициативу мы выиграли. Большинством. Ну да, тут надо первого сержанта тушить. А все остальные... Он зомби 66 уровня. 5000 хп. Да, 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 да. И скелет потом следующий падает. Причем не... Первый падает сержант, потому что он самый опасный для этой компашки. А чем меньше хп у моба, тем он опаснее. По крайней мере, по моим наблюдениям. Поэтому лучше его потушить сразу. Мы его убили, и следующий скелет падает. А я не бахнулся. Ой, я дупой. Ладно. Нам нужно блэс давать было. А я чуть не дал блэс. Во-во-во-во-во. Вот именно поэтому ей нужно было давать блэс. Я, правда, не знаю, что это. Это массовая пиявка, серьезно? Охренеть. А чтобы вы понимали, это скелет вообще охреневшая личность. Его надо тушить, потому что... Причем в первую очередь. Это пиявка, которая из нас будет хп сосать. Она нам по 25 урона за стак снимает. Но мы скелета этого очень быстро не убьем. Хотя зомби тут уже на 4,5 упал. Давайте восстановим. А, надо было блэс. Блин, протупил. Главное не сдохнуть, потому что аресты персонажей очень дорого. Обратите внимание, сало не вешается на задних персонажей. Это зомби кастует. Блин. А скилья получает еще кастует. Давайте масса агр. У меня большинство. Скелет нас бьет холодом, серьезно? Кстати, а что это такое? Я не понял. Винтер. Понижение сплава пакет на 50% скиллы. Требующие энергии. А, скиллы, все скиллы требуют двойную энергию, а сила сохраняет эффект. Нифига себе. Ну, на самом деле, танку все равно, поэтому... А в этом вопросе вы просто лошазавры. Нам в идеале, конечно, слить скелета сначала, потому что он самый тонкий здесь. Вот этот, который задний. Этих сосателей, конечно, тоже желательно слить, но они не настолько жестокие, как могло бы показаться. Ну, 39 роте. Удачи! А чтобы вы понимали, 39 роте, это у него 3000 хп уже. Из пяти возможных. На самом деле, это что-то как-то перебор. Даем блэс. Блэс у нас все снял. Пробуем сагрить этого скелета. Очень больно бьет, зараза. На танке такой мусор висит, это просто триньдец. Бедный танк. Этот скелет мусорный по площади бьет. Он мне сейчас в пати все положит. КОНЕЦ КАПЕЦ Эта нежить, конечно, гнилая. Честно, я не думал, что нежить такая будет гнилая, что она у нас просто будет дебафить своим этим мусором. На самом деле, вот это вот снятие чар, который плюс 9, оно такое помоечное у меня. В общем, я не могу даже танкой хильнуть. Он сейчас скелет, скорее всего, не добьет. Не, я не добил. Хилим танка и молимся, чтобы он выжил. Убили скелета, хотя бы минус один, уже приятно. Ну, эти помоечные зомби лечатся. Пятитысячные хреноплеты вы видели, да? Ну, вот как это бить, блин? Пять тысяч, и они тебя просто забивают. Причем они стоят на переднем ряду, чтобы ты не расслаблялся еще. Дадим себе блэс, может, он все-таки сработает, рано или поздно. В чем я лично сомневаюсь. Дадим сало. Хотя сало бесполезное, по своей сути. Ну, видите, у меня танк просто крошится, блин. Если его не лечить, танк просто упадет. Обратите внимание, Ротэ не пересеклось. То есть мы, враг погиб от текущего урона, и Ротэ просто не пересеклось. Не перекинулось дальше. Вот Ротэ на него кинулось. Обратите, моим количеством магии. Да. Вилл, собственно, давайте вилл на себя кастанем, пускай он будет. Кинем яд. Блэс у нас висит на всех. Давайте просто бить его руками, чтобы у нас побольше магии было. Паладин бьет салом для того, чтобы гнилолюди нас не пытались атаковать, по крайней мере, своими мусорными скиллами. От не скиллов мы как-нибудь уж избавимся. Танк кастует на себя защиту. Лечим эту кампанию. Желательно танка тоже было полечить, но что-то как-то я протупил этот момент. Резать его бесполезно, потому что там 5000 хп, но мы 4 уже. Поэтому давайте просто его ударять ядом потягоньку. Яд ему настакается и просто его убьет. Собственно, наш клерик просто блэс кидает, чтобы была возможность снимать весь мусор, который они на нас накидывают. Собственно, сало тоже. Кидаем, чтобы им не было скучно. Нам нужен агр, потому что без агр они будут бить по всем, кому захотят. А нам это и не нужно, поэтому просто бьем и сейчас будем лечить. Нашего танка. Обратите внимание, сколько дебафов уже на этой несчастной нежити. Даем ему сало. Он упал. Сдох дебаф. Агрим на себя. Щит некроманта держит удар и не дает ему возможности поймать агр на себя. Значит, на любом его срезать ударом роги. Его щит его не спасет, потому что от удара роги он там слишком большой урон. Мы убили эту несчастную нежить. Я надеюсь, квест закончится сейчас. И мы вместе с вами тогда на этом и закончим. Да что от тебя? Ну нахрена? Мы инициативу проиграли еще, кстати. Ой, блин. Ладно, ладно, ладно. Давайте. Будем резать эту курицу. Не, ну тут мы не вывезем, тут слишком большой урон, скорее всего. И еще плюс роте кинули на этого. На паучу. Точно нашего шамана. Режем эту курицу. Да она что-то никак резаться не хочет. Давайте ему массагр дадим. Вы видели тысячу хп? Забудьте! А, у него на нем слабость висит. Ну ему хана. Нашему танку хана сейчас будет. Ну и два удара у него. Дорежем эту курицу-то сегодня. Блин, она до сих пор живая. Ну ёперный театр. Дорежь курицу. Блин, он не может дорезать курицу. Присадайся. Танк упал, да? Танк еще дышит. Дыши, танк, дыши! Все, минус один. Уже полегче должно быть. Защита. Нежити очень много. Держитесь! За что-нибудь. Так, давайте посмотрим по хп. Скорее всего надо бить леди. Да, надо убивать леди как можно быстрее. Да, у меня такое чувство, что игра играет сама в себя, блин. То есть, мое присутствие тут даже и не нужно, блин. Видите, они нам не дают просто ходить, они тупо бьют массой. А мы против массы слабы. Танк упал. Ну, все, собственно. Танк упал, значит, больше агрить некому. Паладин не удержит урон. Потому что у него нет щита. Ну, Рога сейчас попытается эту дамочку срезать. Ну, видите, у нас шансов немного. Ну, видите, у нас шансов немного. Давайте защиту. А он массой бьет. Вот гни, да? Да. Нет. Палычу мы не можем вылечить. Мне же слишком жестоко. Минус клерик. Мы добили эту курицу. Минус танк. Мы проиграли, по сути. Потому что мы соло против... Баф на уклонение. Хилимся. Рога бьет. Даём магию. много магии точнее даем хп пати хп ману хп даем магию party пытаемся держаться не факт что у нас получится конечно уклонение не работает режем летучую мышь срезали летучую мышь мы живы подлечим рогу на всякий случай хп четыре с половиной четыре с половиной а в принципе туском тут по идее массу надо тушить поэтому тушим двойку на нас дебаф повесили причем очень сильный дебаф но мы его сняли и полечились продолжаем бить скелета дебаф очень сильный от скелета добираем скелета нет он еще жив зомби походил бафаемся на ману для party лечим вся тебя срезаем скелета и наконец и надеюсь до срезали скелета лечим себя у нас также бафы на фокус есть давайте бахнемся на фокус зомби конечно очень тяжело убить потому что он еще может крита ночь поэтому мы не будем рисковать начнем ему настакивать я потихоньку очень больно бьют моба на него из-за того что они высокоуровневые из-за этого очень большой урон бафнемся на уклонение может она нам поможет я против полтинника 500 энергии давайте на 500 склянку выпьем с шаманом попробуем дать ему роте не знаю даст он ему не даст он ему не дал роте посмотрим сколько хп 1000 в принципе мы должны его срезать до еще еще один удар и он закончится мы собственно этот бой добили роте ему дали и он погиб скорее всего уже да у него 100 хп он скорее сюда же от яда бы погиб на фиксинг мы их убили мы потеряли всю party но мы их убили практически вот этот нежить зомби которая это просто капец а ведь самое страшное что я ведь квеста ее выполнил блин квест закончился собственно нам дали за него подали нож кристаллов но воскрешаем party за 2000 и уроки можно эту курточку отдать которую нам там дали на красные энергии ему по идее и на этом можно закончить всем спасибо за просмотр с вами был андрей всем пока